Голубь При слове «голубь» все обычно представляют себе городских или домашних голубей. Но кроме них в природе существует множество диких. Причем большая часть из них – это тропические. А среди тех, которые живут в умеренном климате, самые распространенные – это горлица и вяхерь. Сегодня мы поговорим о последнем. В сравнении со своими городскими сородичами вяхерь гораздо крупнее. Длина тела до хвоста составляет более 40 сантиметров. И весит он килограмм и даже больше. Вяхерь, его еще называют «видетель», в отличие от городских голубей, строит гнезда на деревьях и любит проживать в лесах. Но в последнее время все чаще встречается в пригороде и даже в черте города. Антон Барановский находил их гнезда даже в непосредственной близости от оживленного пешеходного тротуара. Причем лесные вяхери очень боятся человека. При приближении слетают с гнезда еще за 30-50 метров. Улетают далеко и долго не возвращаются. А у вяхерей, живущих в пригороде и тем более в черте города, страха перед человеком уже нет. Ведут себя, как городские голуби. К кормящимся можно подойти шагом на 5-10. А с гнезда они слетают в метре от человека и возвращаются почти сразу же. В целом у вяхерей все, как у городских голубей. Кладку делают из двух яиц. Насиживают по очереди. Меняют друг друга два раза в сутки в одно и то же время. Утром с 9 до 10 самец меняет самку, а днем с 4 до 5 самка самца. Птенцы появляются на 18-й день насиживания. Первые несколько дней родители не оставляют их одних. Причем сменяют друг друга только два раза в сутки в то же самое время, как и при кладке. Убрав скорлупу, птица сразу же вернулась назад, ведь детям необходимо тепло. Начиная с 9-ти дневного возраста, голубята, так же как и птенцы городских голубей, при приближении человека шипят и пытаются клеваться. Вяхери – любящие родители. Они частенько ласкают птенцов, тем самым прививая им навыки в будущем нежно относиться к своему спутнику жизни. Интересно происходит кормление детей, впрочем, как и у всех голубей. Оно абсолютно отличается от кормления у певчих и хищных птиц. Птенцы вставляют свои клювики в клювы родителей. И те срыгивают так называемое птичье молочко. Пока голубята крошечные, молочко представляет собой творожистую массу из смолотых кашицу злаков. А когда становятся постарше, родители срыгивают размокшие в воде семена и зерна. Приблизительно до двух недель взрослые проводят много времени с птенцами. А потом как-то сразу перестают с ними сидеть. Даже не ночуют. В это время они готовятся уже к новой кладке. Где-то в другом месте. Обычно на большом расстоянии от этого гнезда. Прилетают только покормить. И причем довольно редко. С перерывом 4-5 часов. За несколько дней до месяца птенцы начинают вылезать из гнезда и сидят на соседних ветках в ожидании, когда родители принесут пищу. Кормление происходит исключительно только в гнезде. Поэтому, когда взрослые прилетают, птенцы спешат туда. Летать молодые вяхери начинают приблизительно в месячном возрасте. Но еще какое-то время держатся вблизи гнезда. В этот период родители их учат всяким житейским премудростям. В том числе, где и как добывать корм. Становятся полностью самостоятельными слетки в возрасте приблизительно полтора месяца. По непонятным причинам вяхери часто селятся рядом с хищными птицами. Антон неоднократно находил их гнезда на соседних деревьях с пустельгой, ушастой совой, соколом-чеглаком. Эти хищники не опасны для видютней. А вот от перепелятника вяхери строят гнезда на расстоянии минимум 150 метров. По всей видимости, потому, что перепелятник может напасть на птенцов, когда взрослые птицы оставляют их одних. Однако, в практике Антона не было зафиксировано ни одного такого случая. Реальной опасностью для вяхерей являются тетеревятники и сапсаны. Но они в Рязанской области встречаются крайне редко. И самую большую угрозу представляет человек. Вяхерь – обладатель вкуснейшего мягкого мяса. Из-за этого они часто становятся жертвами охотников. Раненые птицы из последних сил улетают прочь и потом гибнут в чаще леса. Но некоторым удается выжить. По статистике, на одну добытую на охоте птицу приходится десять раненых, которые впоследствии тоже гибнут. А если и выживают, то уже потеряны для популяции. Во что превращается жизнь подстрелянной птицы, страшно представить. Антону довелось однажды наблюдать за вяхерем с переломанной лапой. Птица, по всей видимости, пострадала от рук охотника. Посмотрите, на какую мучительную жизнь обрекли ее любители вкусного мяса и спортивной охоты. На птицу без боли смотреть невозможно. Ужасает, сколько видеороликов на ютубе и статьи в интернете посвящено охоте на вяхере, в которых она описывается как увлекательное спортивное мероприятие и тем самым привлекаются новых и новых желающих. По всей видимости, ранение у птицы было давним, так как рана уже зажила. Птица адаптировалась к новому положению и пыталась размножаться. По наблюдениям ученого, это был самец, так как менял он самку на гнезде в 9 утра, а в это время, как мы уже говорили ранее, самцы меняют самок. Голуби отсидели на гнезде двойной срок, но птенцы так и не вывелись, то есть яйца были неоплодотворенными. Это и понятно, ведь самцу с перебитой ногой спариться практически невозможно. В следующем году в этом же гнезде опять была кладка, но у обеих птиц ноги были здоровыми. Значит, самец-инвалид после мучительной жизни все-таки погиб, и самка нашла себе другую пару. В этот раз птенцы вылупились и в положенный срок покинули гнездо. К сожалению, из-за охоты и беспощадной вырубки лесных массивов количество вяхерей, гнездящихся в лесах, с каждым годом изрядно уменьшается. Зато в городах и пригородах их количество растет. Так в Рязани сейчас за сезон можно найти сразу несколько гнезд, а лет 20 назад вяхерь встречался крайне редко. Видимо, витютень из лесов переселяется поближе к городу по двум причинам и пищи побольше, и охота в черте города запрещена. За весну и лето витютни могут сделать две или три кладки в зависимости от погодных условий. В отличие от городских голубей и горлиц вяхерь птица перелетная. Улетают они в теплые края в конце сентября в начале октября, собираясь в большие стаи и возвращаются назад в конце марта в начале апреля, когда сходит снег. По возвращении из теплых краев молодые вяхери создают свои семьи, которые так же, как и у городских голубей, сохраняются на всю жизнь. в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok